МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда тверских врачей из пяти человек провела две недели в одной из луганских больниц. Специалисты помогали местным врачам оказывать помощь всем тем, кому она необходима. Сегодня тверские медики, вернувшиеся из Луганска, гости нашей программы. Это врач-анестезиолог-реаниматолог областной клинической больницы Максим Петрушин. Здравствуйте. И врач-травматолог-ортопед ожогового отделения областной клинической больницы Степан Шинкарев. Здравствуйте. Хотелось бы полностью узнать состав команды, потому что вы часть, собственно, этой команды. Да. Добрый день, дорогие друзья. Но, к сожалению, по определенным производственным причинам вся наша команда сегодня не смогла приехать. Ребята оказывают помощь сегодня уже в медицинских организациях города Твери. И, к сожалению, не могут оторваться от лечебного процесса. А так, у нас было пять человек, полноценная такая хирургически-травматологическая бригада. Я поехал как врач-анестезиолог Степан Валерьевич, как врач-травматолог. У нас было два хирурга, причем оба заведующих отделения, я считаю, это одни из самых прекраснейших хирургов Твердовской области. Это Хохлов Алексей Валерьевич Николаевич, он заведует хирургическим отделением 6-й городской больницы, прекраснейший человек и прекраснейший хирург. И также Блиновской Юрий Юрьевич, он заведует хирургическим отделением в МСЧ, номер 57, это в городе Редкино. Также, на мой взгляд, это один из лучших хирургов Твердовской области. С нами еще была операционная сестра, старшая операционная сестра из МСЧ города Редкино, 57-го МСЧ. Поэтому так у нас получилась такая полноценная хирургическая, травматологическая бригада, которая была готова оказывать любую экстренную помощь. С чего началось, да, как было принято решение и из какого принципа, да, собирались? Я понимаю, что из специальностей, да, что хирурги-то необходимые люди в зале любых действий. Да, ну, так получилось, что мы вот с ребятами все плотно работали с пациентами НКВ-19 и особенно на первых порах было понятно, что у людей страх, ужас, а когда ты работаешь с пациентами, там идет массовый поток пострадавших и, конечно, банально не хватает рук. И мы, ну, представляли, что это за ситуация, поэтому мы также поняли, что как бы неукомплектованной больницы не были, понятно, что там рук всегда не будет хватать. Несмотря на какие там первоклассные, там, ребята работают в ДНР, в ЛНР, они действительно прекраснейшие специалисты, на мой взгляд. И мы вот решили поехать, хотя мы все там являемся заведующим отделением, мы решили поехать помочь, это было искреннее желание, это наша гражданская социальная позиция, поехать, помогать ребятам, как абсолютно простые врачи. Мы ехали туда, а, помочь и, б, конечно, набраться опыта, потому что опыт военного времени, опыт мирного времени, это, к сожалению, или к счастью, это совершенно разные опыты и такие компетенции, но ты их не получишь. Прочитал книжки, посмотрел ролики на ютюбе, а здесь вот надо было посмотреть все живое, как на самом деле происходит. Собирались, ну, мы давно друг друга знаем, и когда 24-го числа началась спецоперация, мы между собой сразу как-то созвонились и как-то сразу определились, что мы поедем. Поэтому это наша гражданская позиция, социальная позиция, еще раз подчеркну, тут в комментариях где-то увидел, что ребята поехали за наградами и за деньгами, мы поехали в свой отпуск и поехали абсолютно бесплатно, мы билеты за свои деньги покупали, там никакие заработную плату, никакие награды, ну, за исключением благодарности от Минздрава, ЛНР, мы не получили. Как добирались на поезде, господин Валерьевич? Да, добирались на поезде, до Москвы на электричке, с Москвы на поезде, до Ростова доехали на поезде, там нас встретили уже и проводили до границы и до Луганской республиканской больницы. Без сложности добрались? Ну, особо сложности не было, так нормально, хорошо добрались. В каких учреждениях довелось поработать? Ну, у меня получилось двух, и в Луганской республиканской больнице я работал четыре дня, вот, потом уже из Первомайского, ну, были запросы неоднократные на то, что нужен травматолог, вот, и у меня вот на четвертый день после обеда я уехал в Первомайск. Да, я поясню, Первомайская больница, это центральная районная больница, она, наверное, размером, я не знаю, может, как Торжокская ЦРБ, такая небольшая больница, но она находится при фронтовой линии. Там линия фронта, она находилась от 67 километров, и именно туда, в первую очередь, непосредственно поступали раненые с поля боя. Как приняли местные медики, которые непосредственно, да, на протяжении лет работают в этих больницах? Их, наверное, не так уж и много осталось, скорее всего? Ну, их осталось немного, приняли как родных, очень быстро увлились, я даже не понял, как я, к обеду второго дня, я уже, у меня было ощущение, что я там, наверное, год работаю, там, по крайней мере, вот, в отделении, в травматологии, да, вот, я был закреплен, я уже даже, уже все меня знали, что кто я, даже приходили новые, кто, на смену приходили новые врачи, они уже знали, кто я, как меня зовут, и мы как-то знакомились, быстро общались, как-то приняли хорошо. Ваши коллеги из других регионов неоднократно в своих интервью рассказывали, да, что он успел, собственно, переступить порог больницы, как сразу же его забрали в операционную. Так же и у вас было? Да, так и было, да. Мы приехали, это, получается, 20-го числа в Луганск, и уже вечером мы уже работали. Мы где-то около пяти, наверное, вечера, да, приехали? Ну, приехали. Главный врач принял, и уже вечером. Мы переоделись, встретились с главным врачом, представились, и началась работа уже сразу. В каких условиях пришлось работать? Непростых все-таки это понятно? Ну, как непростых условия, ну, просто немножко непонятен вопрос, как понять каких-то условиях. Условия быта, имеете в виду? Ну, в целом. Ну, в целом. Ну, быт. Жили мы в отделении, в палатах, нам были выделены палаты. Вот, то есть работали мы 24 на 7 формате, мы постоянно были, нас в любое время могли, когда поступают раненые или пострадавшие нас вызывали. Вот. Ну, условия, как и в любой больнице, наверное. Ну, жили в больничных условиях, да. Больничные условия питания, больничные, ночью воды нет, днем иногда тоже воды нет, иногда вырубали, света не было, приходилось, ребята оперировали с фонариками наладными. Ну, такие времена определенных сложностей, но все, что не убивает, делает нас сильнее. Я так понимаю, что пациента поступали 24 на 7, как Вы сказали? Да, круглосуточно, но вот там все-таки этап эвакуации есть. И, например, вот в Луганске работали где-то, наверное, все-таки со второй половины дня начинали поступать пациенты, потому что, ну, такая там, бои, как правило, начинаются под утро, пока их бойцов вынесут раненых с поля боя. Это идет на первый шлон. В Первомайске мы работали, да, вот на этом направлении, привозили с поля боя к нам, мы их стабилизировали, делали фиксации, гемостаз и так далее. Готовили их к эвакуации на следующий этап, и уже тогда вот в Луганске, Стаханов город есть, там госпиталь тоже. Вот в эти два госпиталя и переправляются. Я поясню, военная медицина, она вообще несколько отличается от гражданской медицины. Там принцип этапности эвакуации. То есть, на каждую помощь, она разделена на несколько этапов. В зависимости от расположения, от передовой линии фронта. Есть первый этап, второй, третий, ну это раньше был медицинский пункт полка, отдельный медицинский батальон, там дивизии и прочее, прочее. Здесь тоже несколько этапов. Первый этап наиболее приближенный к линии фронта, остановка кровотечений, стабилизация состояния, дальнейший перевод там на следующий уровень. И там, если российские бойцы, там дальнейший перевод в российские госпиталя. Сейчас проверяемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Это программа «Тема дня». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня тверские врачи, вернувшиеся из Луганска, где они оказывали помощь в зоне боевых действий. Степан Валерьевич, расскажите, пожалуйста, с какими травмами был в основной контингент пациентов. Травма, основной это была минозрывная травма, подавляющее большинство, днистрельных ранений было достаточно мало. И довольно тяжелая травма. Бывало, что соскок, вроде небольшой, довольно такое массивное поражение было. Мягкие ткани и полостные были тоже, живут, грудная клетка. Голов были ранения. Это характер травм, он называется одним термином минозрывная травма. Это зависит от характера повреждения. Это может быть взрывная волна, ударная волна, может быть осколки, может быть ожоговая травма. Ну, такое комбинированное поражение, но характер минозрывных ранений, там, и конечностей, и живот, и грудная клетка, шея, лицо, голова. Ну, полный спектр. Все, что картинки рисуются, вот с этим мы и сталкивались. Пациенты в основном это военные контингенты, или мирные населения, или все вместе? Подавляющее большинство военных континентов, да. Мирные тоже были, но немного. Ну, мирные большинство уехали, и, конечно, единицы иногда попадали, но это единичные случаи в общей массе. Это, конечно, военнослужащие были Луганской народной республикой, либо наши профессиональные военные. Врачей каких специальностей сейчас не хватает в Луганске? Возможно, коллеги-медики посмотрят программу, и, может быть, решат пойти по вашему пути. Ну, Луганск, это, как мы уже говорили, есть этапность эвакуации пациентов с поля боя. Луганск уже это этап специализированной помощи, и там нужны, в принципе, абсолютно все специальности хирургического профиля. Вот, поэтому, кто хочет, хирургический профиль там будет востребован. Любой, любой. Наверное, в первую очередь сейчас нейрохирурги нужны, сосудистые хирурги. Нужны травматологи. Травматологи у них, да. Нужны, офтальмологи нужны, потому что осколки летят, и глаза тоже страдают у них. Неврологи, да. Неврологи – это не хирургический профиль, но все равно, потому что после контузии, восстановления пациентов тоже, контузий достаточно много. Ну да, в больнице очень много врачей хирургических специальностей, травматологов. А вот на самом деле там невролога, кардиолога, там найти – это большая проблема. То есть о плановой помощи, можно сказать, речи не идут, да? Нет, там вообще не идёт. Плановая помощь, там идёт же и комендантский час, и мобилизация объявлена, поэтому плановая помощь приостановлена, потому что больница работает на приём пострадавших и раненых. Поэтому там плановой помощи, ну, её нету, она, наверное, сейчас и не нужна в это время года. А так терапевтические специальности, наверное, не понадобятся, особенно потом, когда мы победим. Надо, конечно, будет оказывать помощь мирному населению, всё это надо делать. Но сейчас, конечно, нужны врачи хирургических специальностей, о которых мы говорили. Ну, я думаю, все, кто желающие, захочет поехать, они, наверное, с нами свяжутся, и мы поможем и с логистикой, и как. Но мы сейчас собираем ещё раз группу, и вполне возможно, поедем повторно. То есть вы собираетесь ещё раз сами же поехать? Ну, вероятно, придётся, потому что ещё раз, это наш гражданский долг, и мы понимаем, что людей не хватает. Мы с этим столкнулись там, и понимаем, что здесь у нас, конечно, есть определённая нехватка и врачебных кадров, особенно в районных больницах, мы это прекрасно понимаем. Но там сейчас мы нужнее. И чем больше мы бойцов вернём в строй, тем быстрее мы победим. А много ли вообще, в принципе, да, вот у вас работало врачей? Имеется в виду с Россией, добровольцем? Ну, в целом, в принципе, вот, рабочий день, да, много ли врачей? Ну, там много, там много, там много, там ординаторы, там большие бригады, потому что, да, как раз всё сделано так, для приёма массового поступления. Но люди там работают без выходных, без отпусков, и работают раз сутки, через сутки. То есть, вот время не потерялось? Нет, там, причём, первые две недели люди жили в больницах и не выходили. То есть, они 24 на 7 неделями находились. Это только сейчас, как-то и врачи из России поехали, началась как-то разгрузка, и линия фронта, когда сместилась, начала отдаляться. Тогда стало чуть поспокойнее. А из каких регионов ещё есть ваши коллеги? Да, наверное, практически со всех, ну, по крайней мере, только у кого мы встретили, это Кострома, Петербург, Ростов, Саратов, Пензо, Пензо было, да. Да, и, конечно, ребята едут все опытные, взрослые, это там многие заведующие отделением, то есть, нету молодёжи, которая просто там за адреналином едет. Это в основном люди взрослые, которые понимают, зачем они едут, понимают, что, ну, как бы уже, как сформировавшиеся специалисты, которых учить не надо ничему. Причём, вот, мы там задружились с ребятами, которые поехали на ВАС, сменили в Первомайском, там, отличные ребята. Там, с Санкт-Петербурга много, ну, с Ростова-на-Дону много приехало, ростовчан. Ну, да, там, приграничный город, может быть, проще всего. Да, им проще всего. А так со всей Россией едут. А вам самим, собственно, эта поездка, она что дала? Ну, кроме того, что, понятное дело, моральное, да, какое-то удовлетворение? Дружбу. Ну, дружбу, да, у нас мы задружились, вот, коллективом, которым ездили, ещё мы так поняли, чего мы стоим, и поняли, как мы друг друга относимся. Вот, и вообще, просто понимание ситуации на Донбассе, да и Украине, наверное, в целом. Понимание того, что мы, ну, действительно, один народ, вот, как-то потом уже ретроспективно, я думаю, уже думал, сидел, и что Россия, Белоруссия, Украина, как бы, ну, нельзя нас делить, что мы, ну, как вот, один кулак, да. Да, да, да. Что... Один, и мы одинаково абсолютно. Да, каких-то вот таких больших разниц, ну, только что, вот, если взять, ну, маленькие акценты, да, вот, Белоруссии, Украине, там у них акценты есть, белорусские, украинские, всё, а вот мышление, всё, вот, это, как-то, вот, большую разницу, как-то вообще не чувствуется. А местные коллеги Луганские дали, может быть, вам какой-то профессиональный опыт, может быть, что-то от них перенять удалось? Да, там, как-то, получалось так даже, что как-то что-то мы, что, и что-то мы им дали, как-то свежий взгляд какой-то, вынесли, что-то чему-то мы у них научились. Получился так вот, как бы, обмен опытом взаимно, да, и довольно такой хороший, я думаю, что я травматолог, как бы, мне это пригодится в работе. А что касаемо оснащённости местных больниц? Оснащённость в плане аппаратуры по-разному, в зависимости от уровня. В Луганской республиканской больнице, конечно, да, там более-менее нормально, всё хорошо. Вот, приехали вот мы в Первомайск, там уже, конечно, поскуднее, там и постарее оборудование, его поменьше. Вот, ну, там 8 лет, за эти 8 лет, там не до ремонтов было, не до каких-то, там, как сказать, реорганизаций, каких-то там развития, они эти 8 лет в условиях войны живут, и там просто не представляю себе, как это вообще было. Да, не до жира, да. Люди высыпают в войне. Да, не до жира, они выживают, да. В плане расходных материалов каких-то там есть, конечно, нужда. И вот гуманитарная помощь там оторганизовывалась, отправлялась. Это отправили, да, уже, знаете. Вот. И сейчас, да, в регионах активно собирается гуманитарная помощь, в том числе и в больнице Донбасса, Луганска. И наши тоже тверские добровольцы, коммерсанты, просто частные лица собирают тоже фуры, принадлежности, инвалидные коляски, костыли, инстагменты. Вот, на ваш взгляд, да, чего не хватает, так как вы люди, те, которые там были, да, видели? Ну, смотрите, там понятно, что все системы здравоохранения, они работают плюс-минус одинаково, и каких-то, сказать, ну, там и контракты сделаны, ну, как и везде, сейчас испытывают какие-то логистические перебои. Ну, так как там идет массовое поступление раненых, на которое там количество, ну, предугадайте, сколько у тебя поступит, 10, 20, 40 человек, конечно, очень сложно. Поэтому иногда банальных вещей, ну, становится мало, не хватает перчаток, пеленок, средств по уходу, их, ну, не в мирное время, то есть всегда не хватает. Здесь перевязочного материала тоже никогда много не будет, поэтому, если кто там слышит меня, если есть желание помочь, это всегда будет востребовано, и ребята на местах всегда скажут спасибо. Мы с заведующими обговорили то, что не хватает в первую очередь, и мы там здесь с бизнесом связались, как бы люди очень отзывчивые оказались, ну, это, помню, и по ковиду, и по сейчас экстренной ситуации, очень люди-то в Твере, я восхищен, насколько отзывчивый, какая бы высокая эмпатия. Поэтому собираем сейчас, что возможно передать, что возможно закупить, какие-то такие мелкие вещи, которые, вот прям, не надо, бывает, не хватает в работе. И, я думаю, будем постараться отправить гуманитарную помощь, потому что помогать надо. Помогать надо, и помогать это не стыдно, не зазорно, потому что это наша гражданская позиция, мирные люди там и войну помогали, всегда и в Великую Отечественную войну всегда люди помогали, поэтому надо помогать своим, надо помогать. Соответственно, наверняка из других регионов, да, тоже гуманитарный груз приходит? Да, там у нас, когда был, приехала помощь с Ростова, с Чечни приехала, несколько машин, там от Единой России было, помощь, я не прям занимаюсь, там поставка гуманитарной помощи, поэтому процесс идёт, но если, чем больше людей включится в этот процесс, тем быстрее будет победа. Кто-то тоже писал, что там критически не хватает каких-то позиций в плане, там, насилок и прочего, для, там, российских военнослужащих есть всё. Не хватает иногда для бойцов ЛНР, потому что, понятно, медобеспечение армии России и, там, добровольческих отрядов, оно несколько отличается. – А кто-нибудь из пациентов, может быть, какой-то случай, вот у нас, Пан Валерьевич, может быть, какой-нибудь запомнился? – Из пациентов. – Такое же бывает, что у врачей бывают такие случаи, которые долгие годы, помню. – Ну, есть такое, да, вот, ну, так, чтобы произойти без остановки, боец у нас был, там был бой в Попасной, привезли раненых, вот, вот, и был водитель, ну, как бронетранспортера назовём, там, МТЛБ, вот, ну, транспортер просто на гусеницах, вот, водитель плывал, ну, такое ранение лёгкое, он прибежал, весь чёрный, просто, ну, как чёрт, вот, весь чёрный, борода такая, они там не бреются, ну, негде, там, просто мысом тоже, там, и некогда, наверное, и негде, вот. Вот, кудрявый такой, он такой, какой-то Мафанья из мультика, не Мафанья, Кузя этот, Домоёнок, вот, ну, там осколочное ранение было, там, палец на стопе поцарапал, и здесь на груди тоже там, полечили, и он с криками, у меня там, МТЛБ посреди Попасной, кто-то будет раненых вам возить, убежал, его там, вот, его начальство побежало ловить, ты куда, дурак, убежал, сюда мы-то довезём, вот, то есть там даже бойцы есть такие, вот, и рвутся. То есть бойцы тоже своего рода больше, а другие заботятся? Нет, они там, как боевое братство, я вас умоляю, они друг за другом там. Да, бойцы, боевой дух-то высокий, бойцы настроены на победу, и все мирные жители, они говорят, главное, чтобы не остановились, и победим, там, настроение победить, никаких там, каких пораженческих, ныне никакого нет, только победа, всё. Не, прям, просят, чтобы только не уходить, только предпомогите, или вот это всё. Куда мне, в госпиталь, я пойду воевать. То есть сами, как только чувствуют, что идут на поправку, бегом на поле боя? Да, да, ну, даже вот госпиталь, как бы, да, вот, скажем так, первого эшелона у нас было, вот, в Первомайском, были легко раненые бойцы, лежали у нас те, которые в течение 10 дней мы их лечили, потом они уже выходили обратно туда, в свою часть и на фронт. А какие сложности, в принципе, да, ещё, может быть, встречались в работе, как говорили уже, там, нехватка света, воды, воду отключали, свет, может быть, ещё какие-то сложности были, может быть, не хватало ещё чего-то? Сна. Спать хотелось всегда, да. То есть это даже среди ночи, да, могли здесь? Спать, да, и бывало такое даже, мы уже там сидели, уже хоть бы горячего поесть, и вот, и, да, вот уже там, вот, обед как-то там был такой затишье, вот так, и не раненых, ничего не было, и нам приносят, мы сейчас так сидим в палате, нам приносят, горячий суп, горячего с удовольствием ели там, потому что, ну, просто время свободно вот так для себя, вот так, может быть, вот так вот не хватало. Ну, откуда его там возникнуть? А в дальнейшем вы тоже планируете, Максим Александрович рвётся ещё раз, а вы тоже? Да, да, помощь нужна, просто, ну, там были, рук не хватает, людей не хватает, там вот, медиков, причём не только врачей. Несмотря на то, что уедут, как бы ещё, да, всё равно не хватает. Не хватает, причём не только врачей, а сестёр, анестезистки тоже нужны. Там, наверное, даже среднего персонала был вообще катастрофический дефицит среднего медицинского персонала. Врачи едут, врачи едут с Россией, а медсёстры на медсёстры не едут. Ну, понятно, девчонки страшно, как бы, поэтому это мужики в основном. А волонтёры наши ребята помогают медикам? Встречались? Слушайте, я знал, что есть наши волонтёры, мы не пересекались, честно. Я потом тоже приехал, увидел там где-то в социальных сетях кто-то, мы там, мы-то в Луганске были, а я увидел, ребята в Мариуполе находились, поэтому, значит, несколько разной точки. А и мы, когда ехали, мы не знали даже, куда мы поедем, в Луганск или Донецк. Всё зависелось от оперативной обстановки, где нужны больше уроки, туда и отправляли. То есть уже узнали непосредственно об этом? Да, на границе. На границе. На границе. Вот многие врачи, да, ваши коллеги из других регионов, которые тоже там побывали, рассказывают, что кто-то даже там с какими-то приключениями добирался. У вас, я так понимаю, что всё спокойно? Приключения. Мы не стреляли? Смысл? Стрелов не слышали. В смысле, куда добирались? До места назначения. Я вопрос, наверное, не понял просто. До места назначения. Да, до места назначения, до Луганска нет, а в Луганске сейчас утих. Да, опасно, да. Но в Первомайске там линия фронта недалеко. Как дела обстоят с донорской кровью сейчас в Луганске и вообще, в принципе, в местных больницах? Знаете, вот с донорской кровью, вот как ни странно, проблем, вот я по работе 4 дня в Луганске и остальное время вот в Первомайске не встречал проблем. Доноров очень много, там люди идут сдавать. Прямо такой большой призыв был, и большие банки крови заготовлены. Поэтому вот проблем с компонентами крови мы вот не увидели. Может, там не хватает сразу тромбоцитов. Тромбомасса, но это такой специфический препарат, который там определенные условия хранения просто нужны и для получения. А эритроцитарная масса, плазма крови, ну это основные такие ходовые компоненты, там достаточно. Дефициты, как бы, мы не встречали. Это хорошо, доноры, там люди откликнулись на призыв, и люди шли сдавали кровь. Потому что, на самом деле, тут надо, чтобы спасти человека, это надо сделать, восстановить кровотечение, сделать первую хирургическую обработку первичную, иммобилизацию и дать крови. Это самое главное, и обезболить его. Максим Александрович, говоря о обезболивании, да, вы врач, инстезиолог, реаниматолог, а может быть, вам какой-то пациент запал в душу, заполнился? Слушайте, ну вот на удивление, там, знаете, такой контингент, с которым вы работаете, здесь более старший возраст, там более молодой. Понятно, что бойцы, они контрактники все, они возраст все равно, там, не 80, не 90 лет. Это, конечно, там, потрясающее желание жить, и те раны, которые мы изначально, там, крайне тяжело встречались, там, тяжелые черепно-мозговые травмы, идешь потом на лестнице, встречаешь этого бойца, либо на улице стоит, кладет сигаретку, кладет. Конечно, это так, ну, приятно видеть результат своих трудов. А так, чтобы, там, какая-то такая душесипательная история, ну, парень один запомнился, 19-летний, там, мирный, с тяжелой минозавровной травмой, но он отправлен был потом в институт хирургии имени Вишневского на дальнейшем реконструктивной операции. А так, тяжелые ребята, бойцы, но самое главное, все, как бы, так настроены, еще раз скажу, на победу, там, терпеливые, вот, удивительно, да, там, чтобы все прямо, там, там, больно терпят, никто, там, не кричит ничего, и все, там, пытаются вернуться в строй. То есть, некоторые ранения требуют дальнейшего лечения, и ребята отправляют в российские союзники? Да, 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 если военнослужащие россияне, конечно, в российские госпитали идут, и тяжелые жители ДНР и ЛНР, они также идут в российские больницы. Помимо наших бойцов, наверняка, под вашим наблюдением, были и военнопленные, наверняка? Ну, против, противник, солдаты противника, ну, вот, я встретился с одним, там, тяжелая черепная мозговая травма, ну, сразу скажу, ну, никто никак не глумился, не издевался, и помощь, она оказывалась вот так же профессиональной, как и другим. То есть, не было такого, что он там, противник, давайте что-нибудь там, нет, такого нет. То есть, врачебный долг, он превыше всего, надо оказывать помощь, оказываем, выздоровеется, потом будет заниматься уже спецслужба. То есть, надо подчеркнуть, да, что даже к... Негуманного отношения не было. То есть, ко всем абсолютно человеческое отношение? Абсолютно. Я, как человек, эту помощь оказываешься, это могу сказать. Наши солдаты часто благодарили, может быть, с кем-то связь осталась, слова поддержки. Слышали от них? Ну, там, контор телефона нельзя было обменяться. А так, спасибо-то все говорят. Все благодарны, они там, некоторые там, слезами в глазах, там, особенно бойцы, которые вот уходили вот от нас из Господа обратно. Мужики, спасибо, что поставили на ноги так быстро, мы сейчас там наваляем. Отбежали обратно, да. Земляков встречали? Не, земляков. Среди бойцов-то не встречали. Я тоже, я тоже не видел. Там особо-то и не справились. Всех подряд, если бы спрашивать всех подряд, может быть, там кто-то среди них был, знаешь, потому что, ну, всех ты не спросишь. Не до этого, типа, дружище, откуда ты, чем ты занимаешься, откуда ты там? Это не поговоришь, не до этого. Потом бойцы такой, что никак. А вот по вашему возвращению коллеги интересуются вашим опытом? Да. Да, спрашивают, как, чего, что там. Как оказывается, алгоритмы, да, да, спрашивают. А сами как уже кто-нибудь? Уже как планируется, да, Максим Александрович говорил, какие-то группы? Да, спрашивают, как туда поехать, как попасть. Причем, и даже медсестры от областной больницы подходили, и врачи подходили, тоже спрашивали. А если говорить о среднем медицинском персонале, да, вы говорили, что там острая нехватка, но, тем не менее, все-таки есть же такие кадры? Там? Да. Да, нет, конечно, есть. Тоже российские? Местные. Местные? Местные, 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 местные девчонки работают. Медбратья работают, ну, кого не мобилизовали. А так девчонки, сестры работают. Просто, понятно, работают с высокой нагрузкой, высокой интенсивностью. И просто приводит, когда там много месяцев работаешь в тяжелом графике, ну, это приводит к усталости. А так персонал-то есть. И санитарок много, младшего персонала по выходу. Мне очень интересно, люди в возрасте, мы удивились, как быстро все передвигаются по больнице с такой скоростью, там, в операционную, на компьютерную, на графиту снимали. Вы, может, видели, там, американский фильм «Это скорая помощь», когда все бегут. Когда заводят пациент, вот как раз там тоже, там все бегом, бегом. Первый день зашли, там, сортировка, там, как раз раненые поступали в Волганский. Там какое-то такое, кажется, какой-то хаос, бромовское движение какое-то, там, даже торопело. Потом, когда вникли где-то, а там все движется как надо, куда надо. Быстро, там, каждый знает свое занятие, там отвезли на КТ, кто-то в перевязочную, в операционную. Это, конечно, было приятно посмотреть. Это опыт, который такой жизненный, который они набили свои шишки и работают быстро. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и наша программа в скором времени подойдет к самозавершению. И, знаете, вот такой вопрос, да, я думаю, что он волнует всех тех, кто по ту сторону экрана сейчас находится, и, наверняка, ваших коллег, и моих коллег тоже, потому что, когда тоже собиралась, спроси, страшно ли было. То есть, страшно ли было вообще решиться на эту поездку? Страшно ли было ехать? Ну, определенно, да, доля страха присутствовала, такое чувство. Ну, больше, как бы, вот, помощь нужна была, конечно. Понятно, что и здесь больных хватает, но там-то наша армия, наши бойцы, наши соседи-братья-то там воюют, им же помощь тоже нужна, а там не хватает рук. И, как бы, ну, пересилили, собрались, поехали, туда приехали как-то. Ну, уже не страшно было. Некогда бояться было, скажем так. Да, некогда бояться. Там, вы знаете, какое-то вот это похмелье-то, оно здесь уже наступает. Ну, наверное, от лица всех ребят. Я хочу сказать спасибо нашим семьям, которые это все пережили. Мы понимаем, в каком шоке они находились. Мы же там зачастую, там, в последние минуты сообщили, куда ехали. Там, я вот вообще отцу сегодня сказал, супруга узнала о том, что еду уже на перроне. Ну, все отнеслись большим пониманием, и мы, конечно, получали колоссальнейшую поддержку, мы это, конечно, ценим. Потому что очень важно знать, насколько у тебя тыл прикрыт. Это очень важно. То есть, и готовы, еще раз повторюсь, повторить свою повестку. И напомню, что это было добровольно, абсолютно. Абсолютно. Я не знаю, какая грань между добровольчеством и волонтерством. Да, это синонимы, наверное. Наверное, это составляющие. Говорится в известном поговорке, кто скоро помог, тот дважды помог. И, как говорят украинцы, верного человека всегда узнаешь. Не в счастливый час. Это была программа «Тема дня». Мои гости сегодня анестезиолог-реаниматолог областной клинической больницы Максим Петрушин, врач-травматолог-ортопед ожогового отделения областной клинической больницы Степан Шинкарев. Это медики, которые вернулись из луганских больниц, где оказывали помощь местным специалистам, спасали жизни, здоровье раненых. Напомню, что это лишь часть той команды. Всего из Тверской области отправились пять человек. Они провели там две недели. Меня зовут Валерия Королёва. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова